Самыми стойкими как морально, так и физически перед лицом новой эпидемии, по-видимому, оказались врачи скорой помощи из Ханчешского района. Они первыми в начале марта начали оказывать помощь зараженным вирусом COVID-19 из села Больчана, жительница которого стала первой жертвой коронавируса. Но их борьба еще не закончена. В Ханчешском районе, где до сих пор есть 43 случая заражения и одна смерть, врачи не отказываются от присяги и оказывают помощь местным жителям. И сейчас главное с нашей стороны поддержать их простым жестом – сидеть дома. Звук сирены – это сигнал, что врачи поехали на вызов. На простые вызовы они едут в перчатках и масках. А если получают информацию о том, что пациент с температурой и кашлем, то тут не обходится без защитного снаряжения. Продолжение следует... Продолжение следует... Как и виду, не проповotion basically, ABS, присоединируем свое рукой algunos и кровют в zero После того, как коронавирус затронул и нашу страну, бригады скорой помощи также были оснащены дезинфицирующими средствами. Все запасы были пополнены вовремя. Врачи признаются, что им страшно выезжать на вызовы, однако максимальная защита и соблюдение норм – это их главное оружие. Врачи призывают граждане к ответственности. Несмотря на то, что они иногда отправляются в путь со страхом, они утверждают, что это их работа и они с самого начала знали с чем столкнуться. При этом они призывают всех сидеть дома, чтобы помочь им победить в борьбе с коронавирусом. В Ханчешском районе трудится 102 работника скорой помощи в шести медицинских пунктах.